Зачастую работу педагога-психолога сложно заметить невооруженным глазом. Но именно на плечах этого специалиста лежит создание безопасной и психологически комфортной среды в образовательном учреждении. Установление доверительного контакта с детьми, выявление нарушений развития ребенка, постоянное взаимодействие с родителями. Вот лишь малая часть задач психолога в сфере образования. Основная цель конкурса – выявить лучшие инновационные методики и приемы в работе, а также повысить профессиональный уровень специалистов. Сегодня у нас этап самопрезентации, в котором педагоги-психологи должны рассказать о том, как они пришли в профессию, что интересного они умеют и знают, поделиться своим опытом и своими знаниями. Финалистами второго этапа конкурса в этом году стали семь молодых специалистов. Строгая жюри оценивала участников по множеству критериев, но, как и в любом деле, здесь ценится оригинальность и нестандартный подход к работе. Оценивается компетентность, содержание, логичность построения выступления. Всегда очень интересно видеть неординарное выступление, креатив, как какую-то изюминку. Евгения Игенбердиева с детства мечтала о профессии учителя. В детском саду номер 31 в Барвихе девушка работает с 2016 года. Ее необычная методика сказкотерапия уже помогла десяткам малышей. В работе я применяю сказкотерапию. Я индивидуально пишу сказки под проблему ребенка. То есть я работаю с родителями, собираю информацию о ребенке, о его проблеме. И индивидуально уже под каждого ребенка подбираю сказочного персонажа, с которым ребенок будет идентифицироваться. И пишу уже конкретное решение проблемы, которое ребенку будет наиболее подходящим. Впереди у участников еще два этапа – проведение открытых уроков и решение специальных кейсов. Эти испытания в полной мере позволят педагогам-психологам продемонстрировать профессионализм и мастерство. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.